Так, ну что, друзья мои, 30 минут, давайте начнем. Значит, представлюсь на всякий случай еще раз. Зовут меня Локтор Вячеслав Александрович, я штатный инженер МГТУ имени Баумана и параллельно преподаю курсы в компании «Специалист» и использую для этого Википедию вот с таким вот адресом. Сегодня у нас с вами будет вторая часть вебинара, которая имеет общее название «Интеграция Астериск с системами мгновенных сообщений и статуса абонента в инфраструктуре Active Directory». Кратко напомню первую часть. Значит, в результате первой части у нас с вами имеется контроллер домена. Вот он, соответственно. В контроллере домена я в дополнении к тому, что у нас было в первой части, установил поддержку русского языка. Значит, таким образом имеется возможность наших абонентов обозвать по-русски, что будет актуально, когда мы все это начнем интегрировать с Астериском и будет приятно, если наши абоненты будут иметь возможность на родном языке видеть, кто им звонит, ну и, может быть, даже слышать, кому они звонят. Значит, ну, начну как раз с того, что имеется пара абонентов. Иванов Иван Иванович. И вот сейчас я воспользуюсь случаем, попробую на вебинар. Заходите тихонько, присаживайтесь и очень рад. Так, соответственно, Иванову мы назовем по-русски Иван Иванов. Так, значит, ну и, соответственно, полное имя Иван. Все поля я заполню по-русски, нам это пригодится. Так, Иван Иванов. Иван Иванов. Значит, нам это пригодится в индикации. И второй абонент у нас будет Петр Петров. Значит, так он у нас был по-английски. Теперь я беру, соответственно, им Петр Петров. И тоже все поля заполняю на русском языке. Вот. И очень долго ставится вот этот пакет локализации, поэтому я его заранее запустил. Так, готово. И продолжаю. Значит, далее мы добавили в домен пару рабочих станций. Рабочая станция клиента 1 используется Ивановым. Ну, здесь, видите, еще осталось английское название, но ничего страшного. Значит, с паралем таким-то. Так, и рабочая станция клиент 2 у нас используется Петровым. Ну, не буду перезагружать, поэтому здесь пока у нас осталось английское. Ну, и для нас это не важно, что у нас здесь по-английски. Так, и, значит, основная идея первой части заключалась в том, что у нас на Linux-системе Server, вот она, Linux-система Server, работает система мгновенных сообщений. Ну, я использую OpenFire. Так получилось, что я как раз с ней познакомился. Ну, и интересным нюансом является то, что пользователи подключаются к системе мгновенных сообщений, используя Kerberos, аутентификацию. То есть у нас реализован механизм Single Sign-On. Ну, давайте проверим, работает он или нет. Вот, все ли в порядке. Значит, запускаю OpenFire. Так, ну и сейчас подключимся. Так, это все было у нас в первой части. Там сертификаты мы настраивали, чтобы правильно работали. Ну, и сегодня нас с вами ждет вторая часть. Значит, вторая часть, собственно, мы с вами добавляем теперь Астериск в эту инфраструктуру. Ну, и остановились мы как раз на том, что Астериск у нас уже развернут. Астериск работает. Вот, в Астериске мы даже добавили диалплан. Там, правда, значит, паблик называется. И в этом диалплане есть номер, который отправляет сообщение пользователю. Ну, давайте пока там запускается, что-нибудь модифицируем. Да, значит, план нумерации у нас настраивается вот в этом вот файле. Ну, и я вот решил вот такой вот суточный план нумерации добавить. Вопрос, ну, значит, мысленно дайте на него ответ. Значит, вот этот вот шаблон, с какими номерами совпадает, да, вам задание такое на дом. Вот, ну, короче, посмотрим сейчас, что делает этот план нумерации. Так, Астериск, Астериск, Тори, Релор. Так, ну, и как там наши urban fire запустились? Да, видите, значит, здесь не надо вводить никакой логин. Им, вернее, все уже введено, не надо вводить пароль. И вот у меня зарегистрировался в системе мгновенных сообщений user2. И где-то там должен зарегистрироваться user1. Давайте посмотрим, произойдет ли это. Как всегда, готовишься, отлаживаешь. Ну, косяки, они нас поджидают. Так, ну, и еще раз, план нумерации наш с вами, диалплан showpublic. Что еще? Для связи с Астериском имеется вот такой вот коннектор, вернее, для связи с OpenFire имеется вот такой коннектор, который описывается в файле xmpp.com. Все это было в первой части. Просто напоминаю, что к нашему OpenFire подключаемся на доменной учетной записью. Ну, и, собственно, еще раз, query reload. Звоню, значит, беру какой-нибудь софтфон, настраиваю его на подключение к моему серверу. Никаких учетных записей пока нет. Вот обратите внимание, да, какая конфигурация. Просто IP-адрес моего сервера Астериск. Вот, вопрос, можно звонить или не можно? Давайте попробуем. Давайте наберу номер 45. Смотрим, что произошло. Наш номерной план совпадает со всеми возможными номерами, и результатом является сообщение. Посмотрите. Peter hello 45 раз, да? То же самое сообщение получил наш Иван. Hello 45 раз. Ну, то есть мы с вами видим, что Астериск уже взаимодействует с системой мгновенных сообщений, и эти мгновенные сообщения может отправлять. Что же мы с вами хотим настроить, что же мы с вами хотим настроить во второй части? Во второй части мы хотим сделать то же самое, что в первой части сделали для сервера XMPP. А именно сервер XMPP у нас не имеет собственных учетных записей, а настроен на работу с доменными записями. И, соответственно, возникает вопрос, а можем ли мы точно... Да, смотрите, здесь по-русски уже все, да, видите, какая красота. Вот. Ну что, давайте подумаем, как Астериск может эту информацию из Active Directory вытащить. Ответ. Честно говоря, никак. Мои попытки найти какие-то модули, которые напрямую бы использовали LDAP и так далее, привели к тому, что все решения сводятся на самом деле к скрипту, который через протокол LDAP эту информацию из Active Directory вытаскивает, может делать это периодически, там раз в час или раз в сутки и так далее. И, соответственно, дальше на основе этой информации надо конфигурацию Астериска создать. Вот как раз к тому, а если у нас там 500 тысяч записей, да, то что делать? Вот смотрите, что делать. Значит, у нас имеется курс интеграции Linux решений с Active Directory, ну, точнее, там с Microsoft написано. И там на стороне Linux используется LDAP клиент, который я сейчас и установлю на сервер с Астериском. Этот LDAP клиент, если все будет хорошо, должен позволить мне вытащить информацию о пользователях из Active Directory. Ну, я вот сейчас вытащу информацию обо всех пользователях, попробую. Так, вот такой вот на команды, так, что мы с вами видим? Так, 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 администратор, паспорт. Да, что мы с вами видим? Ничего мы с вами не видим. Дело в том, что в этом запросе указано, что вытаскивают только абонентов, у которых имеются телефонные номера. А у меня, честно говоря, телефонных номеров пока никаких нету, поэтому я скажу, ну, вытащи информацию обо всех абонентах. Ну, что, вот запрос. Если честно, то можно потратить время там объяснить, как работает LDAP и так далее. Но у нас с вами не так много времени, и есть курс, есть методичка, из которой вы все это можете скопировать. Поэтому скажу, что сейчас вынимается информация обо всех абонентах. Давайте добавим в Active Directory информацию, которая пригодится Астериску. Что пригодится Астериску. Каждый из наших абонентов должен иметь телефонный номер. Ну, и во всех курсах моих у Иванова телефонный номер 401. И второй момент, значит, когда, давайте финальную цель сформулируем. Петров звонит Иванову. У Иванова на экране в чатилке появляется сообщение. Вам звонит Петров. И, соответственно, вот это первое применение. На самом деле там еще будет несколько в дальнейшем. Но давайте вспоминать. Астериск работает с телефонными номерами. Поэтому 401 номер абонента присваивается. А в OpenFire Иванов у нас зарегистрирован как пользователь с каким идентификатором? Узер 1, собака, корпорация 13.юн. И мы тоже это должны в Active Directory указать. Здесь нет поля идентификатор протокола XMPP. Но мы знаем, что в протоколе XMPP часто используются идентификаторы, совпадающие с адресами электронной почты. И, соответственно, я здесь пишу, что у Иванова адрес электронной почты user1, собака, корпорация 13.юн. Так, это был наш Иванов. И, собственно, с Петровым могу сделать то же самое. Значит, телефонный номер у Петрова 402, адрес электронной почты user2, собака, корпорация 13.юн. Так, заполнив эти поля, я могу этот запрос воспроизвести целиком. Значит, теперь я отбираю только пользователей, у которых заполнено поле телефонный номер. Вот, и заодно ограничиваю вывод вот этими тремя полями. То есть меня интересуют фамилия и имя отчество, меня интересует телефон абонента, и меня интересует адрес, ну, его электронной почты. На самом деле это идентификатор его в сервере из СМПП. Вот, и, собственно, повторяю теперь уже этот запрос. И смотрю результат. Что я вижу? Я вижу страшные абракозябры. Видите, да, как приятно работать. На самом деле это закодированные русские фамилии, имена, отчества наших пользователей. Я вижу их телефоны, я вижу их адреса электронной почты, тире, идентификаторы в СМПП. И таких пользователей у меня должно быть два. Что-то я вижу одного. Ну-ка. А нет, да, второй тоже присутствует. Так, ну что, тогда, значит, можно поставить вопрос безопасности. У нас есть время как раз для этого. Сейчас моя команда LDAB Search выполняется вот с такой вот переменной окружения. И причиной является то, что сертификат моего контроллера Данина не может быть проверен на системе Linux. Соответственно, мне как инженеру это интересно, как это исправить. И с точки безопасности это верно. Поэтому небольшой шажок в сторону. Как же избавиться вот от этой вот кракозябры? Смотрите, команда без нее закончится, кстати, довольно мутным сообщением об ошибке. То есть, ничего нельзя сказать, почему не удалось подключиться к LDAB серверу. А всего лишь причиной является то, что сертификат невозможно проверить. Соответственно, мы рассмотрим решение такой типичной инженерной задачи. Импорт корневого сертификата удостоверяющего центра в Linux систем. Ну, еще раз, мне вот было интересно, я это сделал и вам покажу. Может быть, пригодится. Значит, для того, чтобы это сделать, нужно зайти на удостоверяющий центр и выполнить вот такую команду. Она как раз этот сертификат и экспортируется. Где у нас удостоверяющий центр? Удостоверяющий центр – это наш контроллер домена. И вот, как водится, Linuxoid я люблю, соответственно, все делать в командной строке. Перехожу в каталог с документами и вот эту строчку. Ну, исторически у меня домен корпорация 13. Ну, и, соответственно, я экспортирую. Так, теперь у меня получился файл, который этот сертификат содержит. И я этот файл должен как-то на Linux свой скопировать. Ну, каким-нибудь безопасным способом, допустим, используя команду vinos.kp. Не команду, а программу. Соответственно, подключаюсь к серверу, подключаюсь как пользователь root. И пароль, соответственно, пароль root. Никогда не работайте root. Повторю еще раз. Так, значит, вот он файл сертификата. Вот я его кладу на Linux. Вот, ну и здесь остается кое-что сделать еще необходимо. Дело в том, что этот файл сертификата в формате DR, а нам нужно формат, по-моему, Base64 или как он называется, PEM-формат. Поэтому вот такая вот команда, она, собственно, преобразует формат в такой более Linux-овый формат, что ли. Ну, и, соответственно, корпорация, у меня получится файл CRT из файла SER. Корпорация 13 из файла SER. Так, теперь у меня файл в нужном формате, и мне нужно импортировать. Ну, это как бы типичный аналог задачи, когда вы в панели управления, значит, добавляете сертификат удостоверяющего центра, там, ну, где-то, наверное, это самое, свойства браузера. Как это делается в Linux? Вот как это делается в Linux, значит... Закрываем. Вот, тема импорт сертификата, центр сертификации в Linux. Значит, смотрите, как это делается, причем неправильно сказано в Linux, правильно сказать, как это делается в Debian. В Debian это делается... Кстати, у нас вот можно предварительную проверку сделать еще одну. У нас же есть сертификат сервера XMPP. Помните, мы на первой части делали, да? И вот сейчас на самом сервере XMPP проверить сертификат сервера не удается, потому что он подписан корневым сертификатом удостоверяющего центра. Вот. А теперь я этот сертификат удостоверяющего центра копирую в Debian. Вот такая инструкция. Скопируете сертификат удостоверяющего центра вот в этот каталог. Так, и выполните команду, которая обновит репозиторий сертификатов. Вот. Она, значит, должна сообщить, что корневой сертификат, сертификация... Ну, она просто сообщит, что один сертификат добавлен. И теперь предыдущий тест, вот этот тест, видите, должен завершиться успешно. Видите, да? То есть у нас имеется теперь в репозитории корневой сертификат удостоверяющего центра, и мы можем все выпущенные им сертификаты проверять. И также можем напрямую подключаться без всяких... Где наша команда? Вот это вот. Не, LDAB Search была. Вот такая, помните, команда неуспешно у нас завершилась, потому что... Ну, она даже не сказала, почему. Потому что вот теперь же, видите, она возвращает нам данные. И мы с вами переходим к курсу, который называется Asterisk. Интеграция с внешними системами. Именно там вот эта лабораторная работа демонстрируется. Значит, сейчас мы с вами должны будем создать конфигурацию Asterisk на основе информации из ActiveDirect. Соответственно, ссылка сейчас будет. Ну, чтобы не копировать полностью курс. Исторически в курсе до сих пор рассматривается протокол сигнализации SIP, реализация чем SIP. Ну, а готовя вебинар, мне хотелось, чтобы в нем там было все поинтереснее, по замороченней. Поэтому я хочу показать, как создать Pg-SIP конфигурацию Asterisk на основе информации из ActiveDirect. Ну, начнем с того, что в той версии Asterisk, которую я использую здесь, Debian 9 и 13 Asterisk, Порт 5060 по умолчанию слушает channel SIP. Поэтому я сейчас его от этого порта отвязываю. Вот видите, я его перевешиваю на порт 5061. А вот файл конфигурации Pg-SIP наоборот. Pg-SIP, значит, я беру и создаю транспорт в протоколе. В реализации Pg-SIP можно создать несколько транспортов, повесить их на разные порты, использовать разные виды сигнализации, например, TCP с шифрованием, UDP, и все это, в общем-то, можно микшировать. Поэтому у нас с вами будет один транспорт. Вот видите, на порт 5060 повешен транспорт Pg-SIP, UDP. Так, ну и, в принципе, можно сервер перезапустить, чтобы он порты... Ну, можно, да, да, можно порты проверить. Вот я сейчас покажу вам. Вот такая команда покажет все открытые порты на нашем сервере. И если сейчас спросить, Asterisk, ты вообще что слушаешь? То мы увидим кучу портов. Вот порт 5060, видите? Если же сервер Астериск, сервис Астериск перезапустить, то должен появиться порт 5061, на котором работает старый channel-SIP, вот, а порт, собственно, 5060 будет у нас закреплен за Pg-SIP. Так, мощно он как-то перезапускается, но, наверное, так должно быть, да. Вот видите, порт 5061, здесь работает Pg-SIP, ну, по крайней мере, мы на это надеемся. Так, хорошо, база создана. Теперь мы должны, теперь мы должны, значит, назначаем FIO на русском языке, мы с вами это сделали, и открываем план лабораторной работы, курса интеграции Астериск с внешними системами, вот, в частности, интеграция с, хорошо так, для вебинара, да. Мы продолжаем запись. Так вот, интеграция с Microsoft AD Астериска заключается в том, что за основу был взят вот такой вот скрипт, значит, на просторах интернета, был найден, может быть, даже на Хабре, упоминалось потом на SourceForge, Perl-скрипт, который все это из Active Directory выгружает. Ну, и чтобы не погружать вас в дебри моего любимого языка программирования, я решил написать это еще на более одиозном языке, на Shell. Ну, я старался писать максимально короткие скрипты, поэтому, может быть, не так страшно. Итак, вот этот вот скрипт выгружает в красивом виде информацию из Active Directory о пользователях, для которых мы назначили телефонные номера. Ну, давайте я его воспроизведу и посмотрим в работе. Значит, написан еще раз он на Shell. Ну, вот, может быть, на Python надо все будет когда-нибудь переписать. Единственное, что вот эта вот строка, она, в общем-то, из другого ресурса загружает, а я скопирую ту строчку, которую только что у вас на глазах проверил, вот, которая выгружает, где эта строчка, вот она, смотрите, да, вот эта вот строка выгружает информацию о пользователях. Так, ну, а дальше не буду комментировать, как этот скрипт работает, потому что можно его из методики скопировать и по кирпичикам разобрать. Посмотрю, работает ли он сначала, да, значит, chmoder плюс x. Так, и, значит, запускаю вот таким вот, в таком вот варианте, значит, он одновременно выведет информацию и на экран, вот команда типа, знакомьтесь, да, она выводит информацию из на экран и сохраняет файл. И вот, смотрите, какой у нас красивый файл получился. Что мы с вами взяли из Active Directory? Из Active Directory мы взяли номер телефона, из Active Directory мы взяли адрес электронной почты, и из Active Directory мы с вами взяли фамилию, имя, отчество наших абонентов. Так, кто мне скажет, чего не хватает для конфигурации Астериска, СИП-канала? Чего-то не хватает. Так, номер телефона есть для имени, ФИО есть. Чего не хватает? Я вам скажу, чего не хватает. Когда телефонный аппарат подключается к каналу, он предъявляет имя канала и что? Пароль. Вопрос, где взять пароль? Ну, на свете существует масса решений. Я видел решение и даже показывал в одном из своих вебинаров, когда пароль тоже хранится в Active Directory. Там полно полей, которые можно сказать, вот это поле, давайте в него этот парольчик закинем. Но сегодня я хочу показать другой вариант. Дело в том, что мы с вами сейчас решаем первую задачу, связанную с пользователем, но у нас с вами есть вторая задача. Вторая задача заключается в том, что к нашему Астериску будут подключаться телефонные аппараты и очень хорошо, если эти аппараты настраиваются автоматически. Хорошо? Хорошо. Так вот, для того, чтобы аппараты настраивались автоматически, они должны использовать файлы конфигурации, так называемые провижением. Нужная вещь? Нужная вещь. В файлах конфигурации должно храниться какой телефон, к какому серверу, под какой учетной записью подключится. Так вот, я думаю, что будет гораздо лучше, чем запихивать пароли телефонов в Active Directory поступить следующим образом. Мы возьмем и создадем еще один текстовый файл, в котором будем просто ввести инвентаризацию наших телефонных аппаратов. Посмотрите, что в этом текстовом файле хранится. К какому телефону, к какому номеру, точнее, да, или к какому номеру-сип-каналу, с каким паролем, узнаете пароль, да, кто у меня учился, к какому серверу, какой вид телефона будет подключаться. Причем, если телефон аппаратный, то мы здесь явно прослеживаем его, что вот из этого инвентарного номера очень легко написать скрипт, который нагенерирует кучу файлов конфигурации для телефонов. И все ваши, вот, например, у вас есть 500 телефонов, вам просто надо создать текстовые файлы с 500 записями. А это не сложно, все равно вы там принимаете на складе эти телефоны, да, их в маке там пофотографировать или там попереписывать нетрудно. Соответственно, вот этот вот файл у нас используется для генерации файлов конфигурации телефонов. Это в этом вебинаре не будет. Но этот же файл позволит нам вторую половину конфигурации астериска сделать. Смотрите, вот я беру и даже, честно говоря, сделаю по-настоящему. Вот у меня второй телефон будет совсем не софтфон, а будет вот такая вот секура. Секура просто, ну, я вот возьму и скажу, вот хочу и делаю. Вот такая вот секура будет. Вот, и, соответственно, мой сервер вот такой вот. Ну и даже покажу. Вот если пойдете на курс, значит, оборудования, астериск оборудования и безопасность, то там, собственно, будет установлен веб-сервер, Apache, Apache. И на основе вот этого файла конфигурации вот такой вот скрипт создаст конфигурацию для провижения этого голосового шлюза. Давайте я просто покажу, что этот файл действительно для двух целей служит. Для двух целей служит. И вот, смотрите, за руками. Значит, небольшой скачок в сторону. Для чего нужен вот этот вот файл с телефонами? Да вот для чего. Сами посудите. Этот скрипт генерирует файлы конфигурации для двух моделей телефонов, но легко добавить сюда сколько угодно разных телефонов. Так, ну и, соответственно, запускается скрипт, передается ему вот наш инвентарный файл, в котором перечислены телефоны. И посмотрите, что у нас появилось в каталоге var.vv.html. Что у нас появилось? Кто скажет? На что это походит? На файл конфигурации, который ваш голосовой шлюз закачает, чтобы что сделать? Подключиться вот к этому серверу. Узнаете, да? Телефон, пароль. Так, а мы возвращаемся к конфигурации Астериска. Значит, у нас в Астериске должны вот эти каналы быть созданы. Да еще мы решили, что это будут каналы pg-sip. pg-sip, возвращаясь обратно. pg-sip, значит, у нас имеется файл пользователей, у нас имеется файл телефонов. Теперь мы должны создать файл скрипт, который создаст файл конфигурации. Ну вот этот скрипт демонстрируется на курсе. Он создает файл конфигурации chen-sip. Вот примерно вот так он начинает выглядеть. chen-sip, что у нас? Имя канала, тип, секрет. Узнаете, да? Из файла телефонного. Это у нас из Active Directory берется. Это тоже из Active Directory. Вот. Но мы решили с pg-sip разобраться. Значит, если с pg-sip разбираться, то мы должны что сказать? Я вот до чтения этого вебинара был уверен, что pg-sip – это файл конфигурации, который, в общем-то, выглядит очень сурово. Смотрите. Для того, чтобы описать один единственный телефон, надо описать, смотрите, сколько строчек. Так раз завтра я об этом буду рассказывать на занятиях. Тут всякие объекты разных типов и так далее. И вот буквально готовясь к вебинару, я обнаружил, что авторы Астериска все-таки сжалились над нами и предложили вариант, который выглядит гораздо короче. Так называемый pg-sip-wizard, а именно описание вот этой вот учетной записи, вот этого канала, можно сократить до вот такого. Ну, меньше же, меньше, согласитесь, да, размер. Конечно, не channel-sip, да, с четырьмя строчками, но изрядно поменьше. То есть они говорят, вы можете отредактировать файл pg-sip-wizard и, описав учетную запись, тип wizard, ну, а дальше перечисляете все вот эти параметры, из которых явно проглядываются вот эти различные секции. Ну, и я еще раз повторю, что, значит, ну, поскольку короче, я решил скрипт написать, который генерирует вот такой вот файл pg-sip-wizard. Ну, и давайте попробую, собственно, это дело попробовать продемонстрировать. Так, вернусь обратно, уже страшно методичку закрывать, поэтому поеду на холостом ходу. Значит, создаю скрипт, который будет использовать два файла. Первый файл – это результат выгрузки из Active Directory. Второй файл – это инвентарный файл с перечислением всех моих телефонов. Вот, и этот скрипт должен сгенерировать файл pg-sip-wizard, в котором все вот это вот будет сохранено. Ну, давайте сделаем его выполняемым. И давайте смотреть, значит, запускается вот этот вот скрипт, и ему передается пара вот этих файлов. Вот это мы выгрузили из Active Directory. Вот это наш инвентаризационный файл, описывающий все телефонные аппараты. А результат мы записываем в файл конфигурации астериска. Ну, и давайте посмотрим, сработает или нет. Так, посмотрите, кто спрашивал, как 500 тысяч учеток из Active Directory превратить в файл конфигурации астериска. Вот, пожалуйста, для каждой учетной записи будет сформирован вот такой вот блок. Вот, и если сервер астериск, так, мы его рестартовали, да, рестартовали, значит, можно теперь дать такую команду? Query reload. Как посмотреть, какие учетные записи pg-sip у нас имеются? pg-sip, show. Что дальше? Ну, короче, здесь не пирс, не юзерс смотреть неинтересно, интересно смотреть endpoints. Вот, вуаля, у нас две точки подключения, которые, еще раз, человеческую информацию мы выгрузили из Active Directory, телефонную информацию из инвентаризационного файла, и вот результат у нас с вами pg-sip конфигурация. И я даже могу взять софтфон, софтфон беру, и настраиваю его на подключение к какой-нибудь учетной записи, к какой-нибудь учетной записи с паролем, ну, я знаю, какой там пароль, тэп, пассворд, там, 401. Проверяю. Так, вуаля, вот он зарегистрировался, теперь у меня, собственно, есть телефон. Второй телефон, ну, вторым телефоном я возьму железный телефон, у меня имеется голосовой шлюз, вот, вот, соответственно, можно будет, можно будет услышать, а может быть, да, давайте посмотрим, кстати, 107, 2, 16, 1, так, голосовой шлюз, сейчас я, так, админ, адвансет, адвансет, давай, голос. Так, и вот эту линию я настрою, значит, настрою на свой астериск, 10, ну, сеть там, соответственно, я знаю, какая, 12213, так, учетная запись, 402, пароль, тэп, пассворд, 402, ну, давайте посмотрим, подключится, submit, submit, так, и смотрю, собственно, смотрю, собственно, так, что у меня, ну, что я вижу, два телефона у меня, видите, соответственно, могут друг другу звонить, точнее, не могут звонить, почему они не могут звонить, потому что прежде чем они смогут звонить, я должен, я должен настроить план нумерации, план нумерации. Так, теперь вспоминаем нашу цель, когда один абонент звонит другому, астериск должен вывести на экране, внимание, на экране системы мгновенных сообщений, сообщения, вот у меня вот телефон, он без дисплея, без всего, не видно, кто звонит, у Петрова, да, я имею в виду, но зато у Петрова имеется вот такое вот приложение, да, и, соответственно, он должен это сообщение получить, раз. Второй момент, смотрите, какое следующее достижение, если, вот вы вспомните, только что, когда я подключился, состояние было какое, в этой штуке, когда я подключился, отошел, смотрите, что мы с вами еще добавим в техническое задание, если абонент выбрал, вот, например, вот такой режим, или если абонент просто долго не работал за компьютером, и он попал в скринсейвер, то хороший XMPP клиент поменяет его статус на то, что он недоступен. Согласно техническому заданию, звонить ему в этот момент бессмысленно, потому что телефон стоит рядом с компьютером, а человек либо явно сказал, я занят, либо просто отошел от компьютера, и мы с вами это тоже должны учесть. Соответственно, Астериск должен не только передать сообщение о том, что вам звонит такой-то, но перед этим еще и проверить статус абонента, да, у нас же система какая, мгновенных сообщений и статуса абонента, мы все это должны использовать. Соответственно, если полезть в дебри протокола XMPP, то статус абонента могут наблюдать только, так называемые друзья, да, то есть те, кто, вот мы можем разрешать, должны явно разрешить, кто может наш статус абонента наблюдать. Либо мы можем пойти админским путем, мы можем в Active Directory создать группу, у нас же все берется из Active Directory, включить в нее всех абонентов, и настроить, что все входящие в эту группу являются друзьями, то есть могут наблюдать статус друг друга. Создаю эту группу, создаю группу, новая группа. Так, назову ее, ну, во всех курсах у меня имеется группа 1, вот, в эту группу я включу, в эту группу я включу, в эту группу я включу всех абонентов, какие у меня есть абоненты, значит, у меня имеются абоненты Иванов и Петров, учетная запись, но, внимание, еще есть один абонент, кто должен определить статус абонента при передаче ему вызова. Астериск. Астериск у нас, вот какой учетной записью работает с OpenFire? Ну, я как ленивый человек просто не создал дополнительную учетную запись, поэтому сейчас я сюда добавлю учетную запись, которую, конечно, не надо использовать на самом деле. Это учетная запись администратора, да, то есть Астериск у нас работает вот в таком вот режиме. Так, ну, и это еще не все. В настройках сервера XMPP также нужно сообщить, что у нас абоненты, входящие в группу 1, являются друзьями и могут наблюдать статус друг друга. Значит, где у нас тут группа 1? Есть группа 1? Так, вот она группа 1. Так, ну, и я указываю, что, значит, все они как раз вот, входящие в эту группу, являются, являются, все пользователи этой группы являются друзьями. Так, ну, я сейчас хочу посмотреть, как это отразилось на наших... Да, посмотрите, видите, среди друзей появился администратор. Вот, здесь, здесь у клиента 1, у Иванова тоже, да, видите, тоже появился администратор. Ну, короче, теперь наш Астериск может наблюдать за статусами наших абонентов и стоит его перезагрузить, потому что он, потому что он должен эту информацию получить, что он может наблюдать за состоянием абонентов User1 и User2. Так, все вышесказанное имеется в методичке. Значит, мы с вами уже перешли вот сюда, на шаг 4, создали группу 1, включили пользователей в группу, настроили в OpenFire, что все входящие в эту группу являются друзьями. Кстати, здесь у меня рекомендации и OpenFire перезапустить, я не буду с собой спорить, наверное, какая это была причина для того, чтобы это сделать. Так, ну и Астериск тоже перезапущен, надо будет дуть на наборы. Так, что еще? В принципе, прошло как бы немножко мимо. Наверное, может быть, если так вот стенд было бы правильно все настроено, то мы должны что вспомнить, что логины и пароли передавать в открытом нехорошо виде, поэтому можно вспомнить про файл, который мы настроили в первой части курса. Это C, Астериск и СМПП фонд. Вот здесь вот видите, вот этот логин и вот этот пароль передается как? Плохо передается, да? Будем называть вещи своими именами. Помните, мы с вами сертификат импортировали в Linux? Теперь это позволяет, собственно, везде настроить TLS, поскольку имеется возможность проверки. Так, ну опять перезапуск Астериска. А может быть, не надо перезапуск Астериска? Ну-ка. Так, локализация сообщений Астериск. Ну, честно говоря, у меня заготовлен более интересный вариант, поэтому давайте не будем Астериск русифицировать, потому что он у нас заговорит по-русски, но с использованием другого сервиса. Поэтому я перехожу к теме индикация, кто звонит абоненту и анализ его статуса через протокол XMPP. Значит, перед нами план нумерации, который все это учитывает. Я сейчас его скопирую и, собственно, попробую минимально прокомментировать. И заодно расскажу про еще одну фичу, про которую пока что... Так, значит, Астериск, план нумерации. План нумерации мне нужен. Так, итак, теперь в контексте дефаут. В контексте дефаут. Давайте я все скопирую, лишнее сотру. В контексте дефаут. Так, у меня ПДЖСИ, поэтому вот так вот выглядит. Смотрите внимательно и, значит, помогайте разобраться. Прежде чем вызов пойдет абоненту, необходимо выяснить, как ему отправить сообщение. Значит, если мы звоним на номер 402, то мы должны отправить сообщение о том, что звоним какому абоненту? Петрову Петру Петровичу. А у Петра Петровича идентификатор в сервере XMPP какой? User 2, собака, корпорация 13U. Вопрос, как Астериск этот идентификатор узнает? Внимание, он узнает это благодаря следующему. В файле конфигурации Астериска у нас все абоненты описаны в файле ПДЖСИП визорд.комп. Смотрите. Про каждого абонента указана, ну, типичная такая ситуация для Астериска. Значит, указано его имя, указан его пароль, кодеки, контекст указан, фио указано. Если так покопаться в настройках, то нет поля, которое бы называлось идентификатор XMPP абонента. В Астериске нет такого поля. Или даже хотя бы поле адрес электронной почты абонента. Вот голосовая почта есть, можно указать имя ящика голосовой почты. А электронной нет. Смотрите, как можно выйти из ситуации. Можно с помощью директивы SetWare добавить любые переменные, которых вам не хватает. То есть в описании канала вы можете добавить любые вещи, которые вам нужны. И у нас с вами в сценарии для каждого абонента указывается его адрес электронной почты тиреа идентификатор сервера XMPP. То есть теперь, когда я звоню на номер 401, я могу вытащить значение вот этой переменной и отправить сообщение к XMPP серверу, доставив вот этому абоненту сообщение, что ему звонят. Понятно, да? То есть вы имеете возможность расширять описание каналов своими собственными переменными. И теперь я хочу это дело еще раз показать. Смотрите, вот эта вот функция как раз позволяет вытащить значение любой переменной для абонента, которому я звоню. То есть вот в эту переменную у меня должно записаться адрес электронной почты. Следующая инструкция проверяет статус вот этого абонента. И если этот статус больше двух, а там статус такой, что единица готов поболтать, двойка, значит, свободен, тройка отошел. И если статус больше двух, то я перехожу на метку бизи. А на метке бизи мне астериск что говорит? Абонент занят. А если абонент не занят, то мы ему посылаем сообщение, вам звонит и кто звонит? Колер ID. Колер ID у нас по-русски, там имя, фамилия, номер телефона. И дальше, собственно, производится вызов. Вот я ошибку заметил, да? Значит, у нас с вами используется протокол PG-SIP, поэтому вот такая вот инструкция. Ну и если вызов успешный, то, значит, он прервется. Если не успешный, ну, хэнгап сработает. Вот такой вот план нумерации у нас получился. Ну, давайте попробуем сначала проверить, звонки вообще идут и не идут. Значит, я с Зоэпера, который подключен к учетной записи Иванова, буду звонить на 402 номер Петрова. Итак, звоним. Обратите внимание, Петров у нас находится в сети. Соответственно, Сидоров работает, используя софтфон Зоэпер. Вот он. И звонит Петрову, набирая номер Петрова. Звоним. Вот пошел вызов, вы можете слышать голос, вкладывать трубку. И смотрим, соответственно, что у нас, какое сообщение пришло Петрову. Вот посмотрите, в момент вызова появилось сообщение XMPP, что вам звонит по-русски, написано все очень красиво. Так, следующая возможность, которую предоставляет нам интеграция с протоколом XMPP. Значит, если Петров отойдет на некоторое время от рабочей станции или намеренно захочет выбрать, например, вот такой вот вариант, не беспокоить, то тот же повторный звонок, посмотрите, чем закончится. Набираю 402. Вот, правда, на английском языке нам сообщают что-то о том, что кто-то занят, и, значит, видимо, надо позвонить позже. Вот здесь, конечно, немножко нелогично то, что наш Иванов мог бы и сам увидеть, что Петрова не нужно беспокоить. Ну, будем считать, что вот по какой-то причине, значит, он это не сделал, и, соответственно, и, соответственно, видите, не беспокоить. Ну, хорошо, бог с ним, значит, позвонил и услышал. Ну, и на самом деле хочется показать еще одну технологию, которая может быть интересной. Значит, дело в том, что поскольку у нас адресная книга на русском языке, то появляется интересная возможность не просто сообщить Иванову по-английски какой-то такой сэмпл стандартный, что вот кто-то занят, а синтезировать ответ, в котором бы фигурировало, кто занят. Посмотрите, значит, в курсе интеграции Астериск с внешними системами рассматривается система Фестиваль. Я ее на сервер уже установил, и не буду, как бы, долго повторять то, что в курсе рассказывается. Сейчас запущу ее в режиме, который позволит Астериску с этой системой взаимодействовать. Вот я запускаю сервер Фестиваль в режиме сервера и модифицирую план нумерации таким образом, что теперь будет в ответ на попытку позвонить, значит, не стандартный вот такой вот грустный сэмпл там All Busy Playback на английском языке. Ну, можно было и на русском, конечно, его написать. Вот, но сейчас должно получиться что-то интереснее. То есть, Иванов должен услышать, позвонив на 402 номер, что именно Петров занят. Посмотрите, как это можно сделать. Так, как это можно сделать? Это можно сделать, найдя браузер. Так, найдя браузер, и вот в этом браузере, смотрите, добавляем вот такой план нумерации в конец нашего кода. Смотрите. Значит, тоже метка Bizi. Да, это, может быть, даже стоит просто удалить. Итак, если у нас статус абонента больше двух, то есть он отошел, занят, не желает разговаривать, мы переходим на элемент Bizi, в, значит, переменную, в переменную, я придумал такое название переменная, с помощью функции, познакомьтесь, интересная функция, точнее, вот мы уже ее использовали, я загружаю Caller ID того, кому звоню. Caller ID состоит из двух частей, собственно, из имени Петров, Петр Петров и его номера. И я, используя функцию Cut, отделяю текстовую часть Caller ID, то есть остается только Петр Петров. И далее, внимание, значит, ради чего я это делаю, синтезатор речи Фестиваль должен мне произнести имя Петрова и сообщить, что он занят при этом на русском языке. Вот интересно, получится или нет, даже самому. Так, Caller Reload, Caller Reload и повторяю звонок. Значит, я снова звоню, будучи Петровым, а будучи Ивановым, звоню, звоню, давайте посмотрим, кому звоню. Звоню Петрову, вот он, видите, а Петров у нас находится в режиме не беспокоить. Ну и давайте посмотрим, что будет. Набираю 402. Кто-то Петров занят. Петр Петров занят, ну давайте еще раз. Кто-то Петров занят. Ну и вот представьте, что хорошая задача для синтезатора речи, поскольку действительно у нас адресная книга может быть большая, там может быть много фамилий, ну вот у нас в университете там 15 тысяч сотрудников. И, конечно, надиктовать сэмплы трудно. А здесь, значит, синтезируется. Звонящий лишний раз понимает, кому он звонил, что именно Петр Петров занят. Ну и, соответственно, когда Петр Петров будет готов поболтать, можно ему позвонить и, собственно, поговорить, чем ты был занят. Так что, вот такие возможности. Чего не хватает? Чего не хватает? Если зайти на сайт OpenFire, то среди, значит, всего прочего можно увидеть вот такую картинку. Смотрите, Asterisk Instant Messaging. Это модуль, который решал еще парочку интересных задач. И, в общем-то, в интернете было много упоминаний, как люди радостно использовали этот модуль. Вот. И, собственно, что же они использовали? Посмотрите. Значит, во-первых, во-первых, появлялась обратная связь. Asterisk с помощью, вернее, так скажем, значит, этот модуль в OpenFire, наблюдая за Asterisk, понимал, что человек звонит по телефону. То есть, менялся вот этот вот статус абонента. Стоило Петрову куда-то позвонить, как здесь тут же появлялось, говорю, по телефону. Представляете, как удобно? То есть, не надо было делать все вручную, во-первых. А второй элемент, который позволял вот этот плагин для OpenFire, здесь появлялось в списке абонентов в меню «Позвонить». То есть, вот так вот щелкнуть можно было позвонить, не набирая на клавиатуре, собственно, Иванова Ивановича. Ну, и печаль в том состоит, что этот плагин, как бы, будучи там бесплатным, открытым, просто перестал поддерживать автор. Ну, какие-то причины, может, ему там есть чем-то другим заняться. И до сих пор никто этот плагин не адаптировал к новым версиям у OpenFire. То есть, работает он где-то вот в третьих версиях у OpenFire. И, к сожалению, с 2006 года последний билд был. Ну, еще раз, где-то работал он там до десятых годов. И сегодня этого плагина нет. Поэтому призываю сообщества, ребята, программисты, студенты, подумайте. Если вы, значит, все написано в OpenFire на Java, вот, если вы хотите, если вы хотите что-нибудь классное запрограммировать, запрограммируйте этот плагин, адаптируйте. То есть, периодически возникают сообщения, что да-да-да, мы сейчас этим делом займемся. Ну, как-то дальше лозунгов не идет. Ну, а мы на этом наш с вами вебинар заканчиваем. Спасибо за внимание. Приходите в наш центр обучения специалист. И, в частности, на курсы по астериску. Будем очень рады вас видеть. Ну, все. Всего-всего хорошего.